Сегодня мы поговорим о том, как энергия камней и минералов может помочь вам достичь достатка и изобилия в жизни. Этот вопрос интересует многих, и я признаюсь, сама была скептически настроена к этой теме. Но исследования, практики и личный опыт показали мне, что минералы действительно могут оказывать влияние на нашу жизнь. Смотрите видео до конца и я расскажу, как можно получить достаток через энергию камней. Приветствую всех на канале. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться, чтобы не пропускать интересное видео. Также буду очень благодарна за ваши лайки и комментарии. А если хотите поддержать мой канал, то можете воспользоваться функцией супер спасибо. Это поможет мне развиваться и создавать еще больше полезного контента для вас. Каждый из нас слышал о том, что камни обладают определенной энергией. История использования минералов для улучшения качества жизни уходит корнями вглубь веков. Многие культуры на протяжении тысячелетий использовали камни как инструмент для достижения гармонии, здоровья и богатства. Этот опыт передавался из поколения в поколение. И сегодня мы можем применять его в своей жизни. Каждый камень имеет свойство, уникальную энергетику. И выбирая нужные минералы, мы можем позитивно влиять на различные сферы нашей жизни, в том числе и на финансовое благополучие. Кристаллы обладают вибрациями, которые могут коррелировать с энергетическими полями людей. Научные исследования показывают, что минералы могут вызывать определенные изменения в организме, помогать в концентрации, повышать уровень энергии и даже влиять на наши эмоции. Вот некоторые камни, которые считают особенно эффективными в привлечении достатка. Цитрон – это желтый камень. Нередко называют камнем богатства. Он способен заряжать положительной энергетикой, усиливать креативность и привлекать финансовые потоки. Хотите наладить свой бизнес или улучшить финансовое состояние? Поместите цитрин на рабочем столе. Гранат – это камень символизирует страсть, силу и процветание. Он активно помогает в бизнесе и привлечении денежных потоков. Гранат может помочь вам сосредоточиться на своих целях и амбициях, придавая уверенность и мотивацию. Яшма – это минерал, помогает в стабилизации финансов и предупреждает о возможных рисках. Многие бизнесмены используют яшму для уверенности в принятых решениях. Турмалин – это камень, известен своими защитными свойствами. Он помогает отгонять негативную энергию и способствует благоприятному взаимодействию с окружающими. В бизнесе это может проявиться в виде гармонии с коллегами и партнерами. Чтобы камни стали вашими союзниками в достижении достатка, важно правильно с ними работать. Существует несколько способов, которые помогут вам настроиться на их энергетику. Прежде чем использовать камни, их нужно очистить от негативной энергии. Это можно сделать с помощью воды, промывать под проточной или, например, ставить камень на ночь под свет луны. После очистки важно зарядить камень. Для этого положите его на солнечное освещение на несколько часов и поместите его рядом с другими минералами. Позитивные намерения. Когда вы начинаете работать с камнем, важно сформулировать свои намерения. Помните, что ваши энергии и мысли взаимодействуют с энергией минерала. Чем более четкими и положительными будут ваши намерения, тем больше шансов на успешное взаимодействие. Добавляйте камни в свою повседневную жизнь. Носите украшения, медитируйте с ними, положите их на стол, создавая специальное энергетическое пространство. Важно не только использовать минералы, но и создавать вокруг себя обстановку, способствующую изобилию. Чистота пространства. Порядок в вашем доме, особенно в рабочем пространстве, помогает привлечь успех. Избавьтесь от ненужных вещей и создайте гармоничное пространство. Позитивные мысли. Работайте над своим внутренним состоянием. Фокусируйтесь на успехе, визуализируйте свои цели и мечты, и камни будут помогать вам в этом. Устраивайте себе ритуалы, на привлечение финансового изобилия. Например, раз в месяц проводите день, посвященный саморазвитию и работе с камнями. Достаток через энергию камней – это не просто миф, а реальная практика. Проверенное временем и опытом множество людей. Главное – научиться правильно взаимодействовать с минералами, создавать гармонию своей жизни и верить в свою способность привлекать изобилие. Помните, камни – это не волшебные палочки, которые решат все ваши проблемы. Это инструменты, которые открывают дороги и возможности. Но действовать все же нужно самостоятельно. Не забывайте сочетать работу с камнями, с активными действиями в реальной жизни, и тогда успех не заставит себя ждать. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Если вам нравится это видео, ставьте лайки, делитесь в комментариях своими находками и используйте силу камней для привлечения изобилия в вашу жизнь. С вами была Елена Макаренко. Увидимся в следующем видео.